Ха-Хи Крishna, Ха-Хи Кршна, Кршна, Ха-Хи Ха-Хи, Ха-Хи Рама, Ха-Хи Рама, Рама, Ха-Хи Ха-Хи. В чем проблема? Мы пришли в материальный мир. В этом проблема. Материальный мир полон страданий. Снова и снова мы приходим сюда. И в итоге мы попадем в обители Ямагаджа. Мы получим наказание. Из-за грехи приходит наказание. И после наказания все равно мы не свободны. Снова мы приходим в материальный мир. И снова мы страдаем. Это место, место страданий. Разумный знает, как преодолеть эти проблемы. Только придя к предным, к предным Кришне, мы сможем преодолеть эти проблемы. И что они делают? Они делают предное служение, которое начинается с воспевания Святого имени, Верховной Личности Бога. И вот это Имагадж объяснил своим слугам. Чистые предные имеют чистый разум. И как этот чистый разум приходит к ним, Кришна Бхагаван объясняет Бхагавадгите. Дышам сататайуктанам бхаджатам притипурвакам. Всегда занимая себя любовным, предным служением Кришне, можно обрести чистый разум. И только так. Кто обрел чистый разум, кто совершает любовное, предное служение Бхагавана, не попадут они в распоряжение Ямагаджа. Они не получают никаких наказаний. И что нам нужно? Основная нужда – это получить милость Кришны, Бхагавана, Верховной Личности Бога. Если человек не получит немного милости Бхагавана, не сможет он понять Бхагавана. Тогда он не сможет служить Бхагавану. Как нам познать Бхагавана? Если мы услышим немного о славе Бхагавана, о его формах, играх, качествах, спутниках. Таким образом, если человек слушает Бхагават-катху, если он воспевает святое имя Бхагавана, тогда он обретет милость Бхагавана. И тогда сможет познать Бхагавана. Человек может быть очень ученым, по всем хорошо разбираться, но не знать, кто Верховная Личность Бога. Не знать, как служить Бхагавану. И что толку от такого высокого образования, продвинутого образования? Что толку от такого возвышенного разума? Этот разум украден Майей, Майя Апоха Итагьянам. И что это такое Майя? Это иллюзорная энергия Бхагавана. Эта энергия крадет наш разум. Освободившись от рабства, иллюзорной энергии, мы поймем его положение. И поймем свое положение. Мы займемся служением Верховному Господу. Человек может считаться очень ученым, очень образованным. Но что толку от этого? Если он не может понять свое положение, не может понять положение Верховной Личности Бога. Что в итоге? Он отправится в обители Имараджи, и он будет наказан снова и снова. Он будет возвращаться в этот материальный мир. Что толку от такого образования? Что толку от такого разума? Витрасура. Он демон. Он родился в семье демонов. И что он говорил? Он говорил, как очень разумное. Когда Индра захотел убить его, что он сказал? Сказал, не нужны мне планеты полубогов. Мне не нужна эта труба лука. Мне не нужны планеты Творца Брахма. Не хочу я стать императором всего этого мира. Не нужны мне совершенства мистической йоги. Но я не хочу покидать твои лотосные стопы. Даже на мгновение. Почему? Потому что ты источник всех видов возможностей. Всех видов совершенств. Как мне оставить тебя? Мне не нужно даже освобождение. Вот в этом мое обещание. Я не хочу оставить твои лотосные стопы. Если нужно умереть, я умру. И так я пойду к тебе. На твою планету. Не нужны мне другие планеты. И разумный человек размышляет так. Я не хочу приходить сюда. Не хочу я попадать на эту планету Емараджи. Я отправлюсь к твоим лотосным стопам. Человек, имеющий настоящий разум, думает так. И демон тут говорит таким образом. Демоны вообще считаются очень низкими. Но он говорил так. Мы же всегда ищем, что мы ищем? Первоклассную еду. Мне надо все очень питательное, вкусное, полезное. Какое-то хорошее место. Первоклассное место. И в обществе преданных я должен быть каким-то там. По крайней мере, уважаемым преданным, старшим преданным. Нам нужно, чтобы хорошо все вокруг нас было. Хорошее обслуживание. Чтобы мы вложили просад первым. В общем, все. Все хорошее мне нужно. Мы считаем себя очень разумными. Мы считаем себя способными. Что толку от этого? Разумный по-настоящему человек хочет, чтобы его ум всегда был у лотосных стоп. Бхагавана Кришна. Чувственное наслаждение, ради которого мы прилагаем столько много усилий. Это доступно везде. Мы видим, везде это. Даже правительство. Все они занимаются этим. Под лозунгом развития, процветания. Они делают все это. Какое материальное наслаждение нам надо? Есть, спать, заниматься сексом, обороняться. И так быть счастливыми. Это нам надо. Это доступно. В животном мире это доступно. Какая разница между червем в испражнениях и мной? Все усилия я сейчас совершаю, чтобы обрести наслаждение, положение. Это доступно. Единственная разница. Червь в испражнениях не знает о своих обязанностях, о предназначениях. Но, будучи человеком, я действую как червь в этих испражнениях. Я говорю, я ученый. Да, я учился университет. Я пандит. Я образованный. Я очень разумный. Потому что я не знаю о своих обязанностях. Я не знаю верховную личность Бога. Если я узнаю верховного Господа, я пойму, что я его вечный слуга. Я его частичка. И как частичка я должен сотрудничать с полным, с целым. Я должен служить ему. Сарабхабхам Батачари. Он пандит. Он ученый человек. Но не мог он понять, что Шри Чайтани Махапрабху – это верховная личность Бога. Он спорил. Он спорил со своим двоюродным братом Гапинат Хаячари. Гапинат Хаячари не был ученым. Не изучал он санскрита. Но он предный. И он знал, что Махапрабху – это Бога Ван. Поэтому снова и снова он пытался объяснять Сарабхабхам Батачари, что Чайтани Махапрабху – это Бога Ван. Но тот возражал. Он говорил, что это просто санираси. Его разум, его ученость Сарабхабхама не помогала ему узнать Бога Вана. Гапинат Хаячари не ходил в эти все высшие школы, санскритские колледжи. Но он знал, кто Бога Ван. Чтобы узнать Бога Вана, не нужно образование. Чтобы узнать Бога Вана, нам нужна милость. Бога Ван не глупец. Из-за того, что мы глупцы, не можем поэтому понять, кто Бога Ван. Своим воображением, всеми этими способностями. Не понять, не узнать Бога Вана. Без милости Бога Вана не понять его. Логика, аргументы, воображение ничего не поможет. Потому что мы не получили милости Бога Вана. Вот Солнце. Когда оно сейчас взойдет, мы увидим это Солнце. Вот, может ли ученый человек показать Солнце сейчас ночью? Да нет. Потому что Солнце не взошло. Когда оно взойдет, мы увидим его. И также без милости Бога Вана не увидеть нам его. Мы можем быть Джагадгурда, ученым, учителем, знаменитым. Миллионы просмотров на Ютьюбе. Не узнаем мы Бхагавана Кришна. Не поймем мы Верховную Личность Бога. Почему? Почему так произошло? Это не твой недостаток. Это не их недостаток. Чей это недостаток? Вот это знание, которому учат нас, оно имеет недостаток. Вот там, где мы учились, в этих школах, университетах, везде, где мы учились на самом деле до сих пор, вот в этом знании недостаток. Но учили ли нас когда-то, что Бхагаван Кришна – единственный Верховный Господь, а все остальные – его слуги? И как, если нас не учили этому, как нам познать его? Это не наш недостаток. Это недостаток шаста, книг, на которых мы основываемся. И вот так наше понимание становится ошибочным, нечистым. И как нам понять трансцендентного, духовного, нечистыми чувствами? И что нам делать? Что нам делать? Вся система сейчас ошибочна. Нам надо следовать Парампаре, ученической преемственности. И что дает нам ученическая преемственность? Парампара Гьяна говорит нам о Кришне. Гурдев рассказывает сейчас про свою семью. Отец у него был очень ученым. Он был Брахманом. Он поклонялся Господу Вишну. Ну, то есть, идеально, кажется. Да, Вишна всю жизнь прожил идеально. Но он не знал. И вот Гурдев спрашивает, что не так было с моим отцом? Он не слушал из Парампары. Вот эта Парампара, о которой мы сейчас говорим, это Парампара слушания. Шрути. Шрута Парампара. Она исходит от Бхагавана Кришна. Кришна сказал, он кому-то сказал, и тот сказал другому, и так далее. Вот эта Парампара. Если мы следуем Парампаре, Шрути Парампаре, тогда мы поймем. Не нужны эти все университетские дипломы, зачеты и так далее. Гурдев кишора Дасабабаджа, он не посещал университет. Вот. Как же Бхакти-Сидан Сарасвати такой очень ученый человек, да? Получил посвящение от него. Если человек не получил знания от ученической преемственности, от Бхагавана Кришны, даже если Кришна появится, вот прямо сейчас перед нами Он появится, да? Не поймем мы, что это Кришна. И вот это произошло с Сарабабамрабадачарем. Он видел Махапрабу, но не мог он понять, что Махапрабу – это верховная личность Бога. Он говорил, ну да, это юноша, возрушенный юноша. Если не слушать из правильного источника, мы подумаем, это просто смуглый мальчик, пастушок. Сейчас век ссор, лицемерия. Как нам понять его без милости? Процесс обретения милости – это идти к предному, слушать от него внимательно, предаваясь ему, вручая себя ему. И мы должны воспевать имя, прославлять верховную личность Бога. Таков путь. Шраванам, киртанам. Шичитэн, чиритамэти, в Мадхилиле есть такой стих. Нитья, сида, Кришна, према, сатхя, кабаная, шраванадишу, дачиты, караи, удай. Это очень хороший стих. Гордов говорит, не будем мы обсуждать сейчас детали, потому что мы идем в другом направлении. Один момент только, он говорит, мы сейчас тут отметим. Это Кришна, према, любовь является нитья ситха. Она вечно совершенная. И сатхя, кабаная. Вот, допустим, не знаю, есть у вас опыт, как вы изучали, допустим, английский язык. Вот как в школе меня немного учили, но потом я читал, читал много книг про упаду на английском. И постепенно я смог говорить на английском. Потому что определенная сатхана была. Благодаря сатхане мы достигаем сатхи. Допустим, благодаря вот этой практике я стал владеть английским. Но Кришна, прему, вот так, совершая много сатханы, не обрести. Не получится. То есть вот эти наши привычные методы, они тут не работают. Что же надо? Шудхачитты. Чистое сердце. И тогда вот караеву дай. Любовь к Кришне взойдет в чистом сердце преданного. И как обрести? Какая квалификация тут? Тот, кто слушает и воспевает, если его сердце чистое, он разовет любовь к Благавану Кришне. И вот кто развил любовь к Благавану Кришне, это настоящий бандит, это разумный человек. И чтобы обрести милость Благавана, нам надо быть свободными от притворства, от вот этого двулечия, обмана, от Кайтова. Кто воспевает имя Благавана, чтобы удовлетворить его, имеет чистое сердце. Потому что он получил милость Акайтова, настоящую милость, без притворства. А что такое Кайтова Крипа? То есть милость с двулечием, с притворством. Как происходит это? О, Господь, о, Благаван, мне нужна жена. Татастху, бери ее. Вот это милость с обманом. Допустим, хотим мы денег. Благаван санкционирует это. Станем очень богатыми. Это тоже тип милости. И будем везде заявлять, вот посмотрите, как милости ко мне, Благаван. Я получил столько денег. У меня много денег. Но это Кайтова Крипа. Это милость с обманом. Благаван обманул нас, дав такую милость. Хорошую жену, высокое положение. Я теперь тут руководитель. Я тут старший преданный. А что же за милость без обмана? Я хочу только любовных отношений с тобой. Не хочу я покидать твои лотосные стопы. Все, все, что у меня есть. Ум, тело, семья. И я принес к твоим лотосным стопам. Ну, будет у меня счастье какое-то. Или пусть меня преследуют неудачи. Да. Живой я. Или я умираю. С того дня, как я укрылся под сенью твоих лотосных стоп, Не знаю я трудностей на своем пути. Ты волен сейчас убить меня или защитить. Ибо ты мой повелитель. А я твой вечный слуга. Если ты захочешь, чтоб я вновь родился, Позволь мне родиться в доме твоего преданного. Китаджанма хауджата туладаса Бахир муха брахмаджанма нахир аша Я готов родиться даже червем. Лишь бы остаться твоим преданным. Но если во мне не будет ни капли любви к тебе, Тогда не хочу я быть даже брахмой. Букти мукти сприха вихина ебакта Лабхаите такасанга ануракта Я жажду общения с твоим, С таким преданным, Который полностью лишен стремления К мирским наслаждениям и освобождению. Ты все для меня. И отец, и мать, и возлюбленный, и сын, и наставник, и супруг, О, мой Господь. О, Господь, услышь меня. О, Господин Радхи, ты свет моей жизни. Вот так говорит Бахти Венот Дакур. Да, все. Мой дом, мое тело, мои родственники. Все принадлежит твоим лотосным стопам. Ты можешь поддерживать меня или убить меня. Я принимаю. Ты имеешь все права делать со мной все. Потому что я твой вечный слуга. Ты можешь поместить меня в любую форму жизни. Только об одном прошу я. Я хочу рождаться там, где есть предный. Не важно, как я рожусь. Хоть насекомым, но в доме предного. Это единственное мое желание. Это значит, что мне нужно общение с предным. Тот, кто получил общение с предным, Он повернет свое лицо. Он повернет свое лицо к Бхагавану Кришне. Без общения с предным, не обрести нам милость Бхагавану Кришну. Вот пример приводит тут Городов. Президент страны есть у нас. Ну и вот что, пошел я и встретился с президентом страны. Получится? Сначала надо прийти к секретарям или к близким, кто очень близок к президенту. И так в итоге мы можем непосредственно обратиться. к Бхагавану Кришне. Без помощи предных это не получится. Предные очень дороги Бхагавану Кришне. Мы узнаем что-то о Бхагаване от дорогих предных Бхагавана. И поэтому нам надо идти к ним и слушать от них регулярно. Чтобы узнать о Бхагаване, нам нужна милость Бхагавана. Если кто-то развел бхакти к Бхагавану, даже если он глупец, даже неосознанно он совершает грех, что произойдет с ним? Бхагаван простит его. Он не будет принимать это как оскорбление. Не надо будет ему совершать покаяние или отправляться на адские планеты из-за этих греховных поступков. Из-за дурных привычек он совершил грех. Кришна не просит его совершать покаяние. Но те, кто не практикует бхакти-йогу и совершает грех, они должны быть наказаны. Они отправятся в обитель Ямараджа, на адские планеты. И после наказания снова они придут на эти материальные планеты. Есть история с Биллом Ангалам Такуром. Он совершал грехи, да? Но Кришна не заставил его проходить через очистительные обряды. Кришна не отправил его в обитель Ямараджа. Что произошло? Он стал хорошим, предным. Но тем не менее он сам наказал себя. Если человек как-то развивает желание служить Бхагавану и служа развивает бхакти-бхагавану, но бессознательно совершает ошибку, ну или плохая мысль какая-то приходит, Бхагаван прощает его. Вот это преимущество тех, кто совершает бхакти-йогу, предное служение лотосным стопам Бхагавана Кришны. А как мы можем это делать? И Магарадж говорит здесь. Там нама граханади бхих. Все это начинается с воспевания святого имени Бхагавана. Нам надо идти к предным, слушать от них о качествах, играх, форме Бхагавана. И воспевать имя. Шрава-нади шутха-читте крае-удая. Когда мы будем делать это, сердце очистится. И тогда Бхагаван явится. И вот теперь мы знаем, что без бхакти нам не понять Бхагавана Кришну. И как нам обрести бхакти? Чтобы обрести бхакти, нам надо идти к бхакти, к предному, и общаться с ним. Позвольте мне совершать Кришна Бхагавана. Позвольте мне воспевать имя Кришны. Позвольте прославлять Его, обсуждать Его игры. Он Нанда Нандана. Он сын Махараджа Нанды. Позвольте мне укрыться в Его лотосных стоп. В том месте, где нет страхов. Везде тут, в этом мире, есть страх. Но у лотосных стоп Бхагавана Кришны не будем мы испытывать страхов. Очень редкое это тело. Вот сейчас мы получили человеческое тело. Очень редкое оно. Позвольте нам вернуться домой, назад, к Богу, благодаря садсамге, общению с садху. Это, вот это все, не наше место, не наш дом. Там, где находится Бхагаван, вот это наш дом. Вернувшись домой, мы будем спокойны. Вот маленький ребенок, он плачет и плачет. Многие женщины пытаются его успокаивать. Бесполезно. Когда мать берет его на руки, немедленно ребенок успокаивается. И так же мы, мы постоянно страдаем. Мы страдаем, мы страдаем. Когда мы придем к лотосным стопам Бхагавана Кришна, наше страдание закончится. Ничего мне не надо. Махапрабху сказал, Надханам, Наджанам, Насундарим, Кавитам, Баджагатышикамайи, Мамаджан, Маниджан, Маниджан, Маниджвари, Бхаватат Бхакти, Ахаритуки Твои. Надханам, никакого богатства не надо мне. Наджанам, не нужны последователи. Что делают последователи? О, Иджайя какой! О! Они прославляют «Но не надо мне этого! Не надо мне красивую жену! Не хочу я стать императором всего этого мира!» За жизнью мне нужна только одна вещь. Что это? О, Ахаритуки, Апратихата, Бхакти. Безусловное, да? То есть, без всякой корысти, без всякого собственного интереса. И непрерывное, постоянное, без остановок, предное служение лотосным стопам Кришны. И что тогда? Тогда вот будет беспричинная милость, без всякого притворства, без всякого обмана, Акайтова Крипа. Ничего не нужно мне. Мне нужно только вот это, Акайтова Крипа. Чистая милость. И вот, если я обрету чистую милость, никакие события этого мира, да? Вот ничто, вот что бы не происходило здесь, ничто это не будет волновать меня. Без страха, без скорби, без смерти. И кто-то может сказать, ну как так? Как без смерти? Ну все же умирают, да? Нет, не так. Что значит смерть? Смерть, это значит отсылка в обитель Ямараджа. А у предных нет смерти. Они не идут в обитель Ямараджа. Непредные, они умирают, они идут в царствие Ямараджа. Поэтому предные, они являются и уходят. Не умирают они. Солнце, оно является и уходит. Солнце существует, оно просто скрылось из поля нашего зрения. Зачем? Зачем нам бояться? Вот когда есть смерть, тогда есть страх. Когда нет смерти, нет страха. Обретя беспричинную милость Бхагавана, мы станем бесстрашными. Ямараджа говорит это своим слугам. А вот сейчас он об этом говорит. Гордов рассказывает, он говорит, мама, когда он рассказывает, мама умирала, да? Что она сделала? Она испустила мочу и рвоту. Бабушка, когда умирала, она испражнилась. Но вы видели, чтобы предные вот так умирали? Вот почему? Люди, они мочатся, испражняются в момент смерти. Да очень страшно. Они видят ужасные формы и ремадутов. Но Бхагты оставляют тело очень спокойно, очень мирно. Гордов недавно он ушел из этого мира. Он просто улыбнулся и ушел. Потому что он медитировал на Кришну, Бхагавана. Царь Глушакара говорит, Кришна Твадия Падапанка Джапан Джагат Нам Адья Вами Вишат Мана Сагад Джах Амсах Прана Прая Насам Ай Кап Ават Апит Кан Та Варут Варут Хана Видос Маран Ам Кутаст О Кришна, Верховная Личность Бога, мой ум как лебедь, пусть прямо сейчас будет связан от твоих лотосных стоп. Потому что сейчас я могу что-то понять о тебе. Сейчас мой ум может думать о тебе. Не хочу я уходить от твоих лотосных стоп. Потому что они океан нектара, океан расы. Потому что я знаю, что в момент смерти мой голос будет прерываться из-за слизи, желчи. Не смогу я повторять твое имя тогда. Поэтому сейчас сосредоточив ум на твоих лотосных стопах это удачное время. Нам надо быть очень осторожными, чтобы правильно использовать человеческое рождение. солнце зашло, и вот сейчас оно уже заходит. Что делать? Время ушло. Я потратил этот день в пустую. Вот точно так же я получил человеческое рождение, чтобы воспевать имя Господа Хариб. Но не делал я этого. И теперь я оскорблю, потому что я ленился, не воспевал имя Господа. Мы не можем верить в это дыхание. Когда оно остановится, но когда мы перестанем дышать, мы не знаем. вот Гурадеев говорит, когда он давал эту лекцию, Матаджи Манимала, она только приехала, и она уже оставила тело. Не знаем мы, не знаем когда мы умрем. Может сегодня это произойдет. Поэтому что вот прямо сейчас в подходящее время позвольте нам воспевать имя Господа Хари. И так сделало человеческое рождение успешным. Имагадж сейчас дает такие наставления своим слугам. Он проясняет их сомнения. Они не поняли почему их остановили, почему не дали забрать Аджамилу. И теперь нет сомнений. Если кто-то воспевает имя Хари в момент смерти, его не поведут в обители Имагаджа, не поведут его на адские планеты, он получит освобождение. Это из лекции Шиши Пат Читание Чандры Прабху 31 07 2008 Шимат Бхагаватам 6 3 26 6